Приветствую! Это шоу Красного Цинника. Мы ищем чушь и ахинею там, где они есть, и там, где пообщему мнению их быть не может. Сегодня мы вновь вернёмся к теме снайперов и рассмотрим ещё один посвящённый им фильм. Но сначала немного истории. В 1993 году Стивен Хантер написал первую книгу об обелисвагере «Снайпер», которая в дальнейшем выродилась в целую серию приключений этого героя. Стоит ли они прочтение? Ну, если вы прётесь от ежастраничного упоминания тактических трусов, смакования первого увиденного в оружейном журнале прицела и причмокивающего описания грановости пуль, то да, это ваш автор. Сюжет книг варьируется между странным и нелепым, но сие не помешало Хантеру добиться популярности и приобрести статус чуть ли не мегаэксперта по огнестрельному оружию. Ну как тут не заинтересоваться киношникам? Попытка экранизации номер раз произошла в 1993 году. Сценарий написал сам Хантер и насмерть стоял на том, что в тексте не должно быть ну просто никаких сторонних правок. Режиссёр, узрев сей опус, больше напоминающий материал для сериала, побледнел, схватился за сердце и заявил. Пожалуйста, выбирай, или он, или я. Кинокомпания выбрала его. Хантера, соответственно, ушли, но о том Беренджер остался в роли снайпера. И пусть Стивен его и одобрил, однако меньше на книжного боба похож разве что негр-пигмей. Внешность главного героя в книгах озвучена не раз. Это типичный Клинт Иствуд эпохи спагетти-вестернов. Сами можете сравнить, насколько Том Беренджер похож на Клинта Иствуда. Об остальном же предлагаем узнать из соответствующей рецензии. Но кто в здравом уме будет таскать чёрно-белый камуфляж в тропиках? Только упоротый или дурак? Ну или и то, и другое сразу? Миллер как раз два в одном, как шампунь Head & Shoulders. Шло время. Хантер без устали ваял Том за Томом, один безумне другого. И в двухтысячных Голливуд снова вспомнил о его трудах. Проблемы начались сразу же. Автор настаивал, чтобы в фильм вошло ну просто всё, причём от и до. А роман настолько перенасыщен событиями, что вместить их в два часа экранного времени попросту нереально. Будь ты даже Тарковским, Феллине и Бэем в одном лице. Масло в огонь подлил и исполнитель главной роли, Марк Уолберг, которого Хантер категорически не видел в качестве героя своих ник. Кончилось всё тем, что несговорчивого автора снова ушли, сценарий опять переделали, и получился фильм 2007 года «Стрелок». Разберёмся же, так ли безупречен оригинал, и так ли плох фильм по его мотивам. Начинается фильм с эфиопии. Снайпер и наблюдатель прикрывают отход своей группы. Оба неплохо замаскированы под местность. Позиция на достаточно большом удалении. Тут вдруг, откуда ни возьмись, появляется пара фриков на местной тачанке. Куда они несутся – загадка. Но это и не важно. Режиссёру же нужно показать крутизну героя сразу. Буквально с первых минут. Донни, напарник Боба, озвучивает данные, необходимые для стрельбы. Ветер боковой 45. Как бы да, всё верно. Но откуда ему знать о силе ветра, если он в трубу смотрит? Маячков-то нужных не видать. Если же углубиться в теорию, то всё станет ещё интереснее. Ведь в таких условиях ветер крайне нестабилен. И на километре дистанции может несколько раз поменять силу и направление. Но это же ерунда. Посмотрите лучше на Боба. Он ведь и правда нереально крут. Даже упреждения при прицеливании не берёт. Только герои собираются свалить, как показывается толпа разъярённых нигров, преследующих джедаев. Боб потихонечку первых шарашит и... Что, вас удивляет, почему американец в Эфиопии убивает местных? Пора бы уже и привыкнуть. Это для их же блага. Скорее всего, они выступали против гей-парадов и демократии. Они долбаные дикари. Поэтому и не заслуживают жизни. Впрочем, вместо того, чтобы подыхать со словами благодарности, негры вынимают миномёты. И даже не пытаясь определить расстояние до цели, высоту возвышения и прочую ерунду, лихо закидывают мины почти куда надо. Это самое смешное. Они не знают, где мы. Что значит, снаряды падают близко? И при такой кучности снайперов осколками бы на куски разорвало. Это же фэнтезиайные мины. Убивают лишь если попадёт прямо в башку. Но тут неожиданно появляется вражеский вертолёт. Штаб, до этого бывший постоянно на связи, на вопли Донни реагирует, мягко говоря, неадекватно. Отключаем. Граница всего километров восьми. И отключается. Надо ли говорить, что на территории другой страны человек в штасском может командовать джедаями лишь в том случае, если он из СРУ? Кто-то, конечно, скажет, что среди военных не может быть таких мудаков. Откроем страшную правду. Мудаки есть везде. Особенно в СРУ. Короче, у наших героев очередная проблема в довесок к вертолёту. Их кинули. И вроде совсем недавно нам заявляли. Они не знают, где мы. А теперь вот вертухлёт заходит точно на нужную позицию. И вы не поверите. Вместо того, чтобы затаиться и подождать, Боб вскакивает, срывает маскировку и начинает по вертолёту палить. Донни же выстрелом из подствольника разносит машину далеко внизу. И вот это уже реально смешно. Ты же сам озвучил дистанцию почти в километр. Какие тут подствольники, если дальность стрельбы из них не превышает 400 метров? Тем временем вертолёт снова заходит на героев и, о ужас, валит Донни. Боб, немного поорав, внезапно решает расчехлить доселеупакованное чудовище для наведения демократии крупным калибром. Для чего предназначены такие винтовки? В основном для стрельбы по технике и на сверхдальней дистанции по человекам. Скажете, это как раз и есть наш случай? Да, наш. Всю эту толпу можно было остановить за полтора-два километра. Но подобное ведь в планы не входит, правда? Поэтому о винтовке Боб вспоминает лишь когда появляется вертолёт и убивают друга. Ну да, рояль в кустах, но вертушка сбита. Проходит несколько лет. Боб поселился в дикой глуши, но времени зря не терял. Выучил собаку приносить из холодильника бухло и, соответственно, бухать, не отрывая зад от сиденья. Ну и пока свагер лазит по порносайтам, добрый дядя из СРУ решает сдуть с его дельца пыль. Лучший снайпер и всё такое. Что же им нужно? Я хочу, чтобы вы спланировали убийство президента. Суть такова. Есть информация, что на президента готовится покушение. Ну а Боб нужен как специалист, способный определить, откуда возможен сверхдальний выстрел. Знаете, как много тут факторов? Влажность, температура, ветер. Да-да, сценаристы всеми силами пытаются сделать из Боба самого матёрого снайперёгу в истории Солнечной системы. Однако на самом деле всё это только понты. Например, пуля у них летит от... Шести до десяти секунд. Правда? Самый дальний выстрел на расстоянии почти в два с половиной километра длился всего шесть секунд. Какие десять? Важны даже эффект кариолиса и вращение земли. А разве это не одно и то же? Президент в бронежилете, попасть надо в голову. Ты, похоже, после Эфиопии совсем тронулся. Забыл Барретт. Крупнокалиберная пуля из такого оружия останавливает технику. Какой бронежилет подобное выдержит? Но вообще это наследие книги. Там события происходили в районе начала девяностых, когда такие крупнокалиберные винтовки существовали только в виде единичных образцов для спецподразделений. Киношники же, недолго думая, тупо взяли навороченную дуру и приписали ей ТТХ оружие прошлого поколения. Короче, ЦРУшник давит, Боб идет в отказ. Первый сваливает, второй задумывается. И все бы ничего, если бы киношники на этом и закончили. Но нет, им снова нужно подчеркнуть нереальную крутизну Боба. Можно я щелкну? Да плевать он на движок хотел. Отошел дальше, чтобы взять номера. Ну, сфотал ты. И дальше-то что? У тебя есть база данных с ЦРУшными номерами? Что, ты не регистрационный, а ВИН номер фотографировал? За дрипанной камерой телефона? Ты вообще уверен, что по этой машине можно определить владельца? А эти славные парни, которые ни перед кем не отчитываются, через километр в другой газонваген не пересядут. Ах, по-другому джедаи не поймут, что ты охрененный мегаспециалист? Ну ладно, пускай будет так, с нелепой пургой и фотканьем номера, ибо несколько цифр и букв наш герой с профессиональной снайперской памятью запомнить не в состоянии. Что дальше? Вы только не смейтесь, наш супер-гига-мега-снайпер решает проверить, возможен ли точный выстрел на милю. Потому что, да-да, до сего момента ни разу этого не делал. Хм, а погуглить не судьба? Например, из истории до 2007-го года известно как минимум три точных выстрела на дистанцию свыше 2200 метров. Ну и, конечно, удивляет сам Боб. У него, значит, куча стволов и всего, что к ним полагается. С практикой более чем порядок. И при этом он ни разу за все прошедшее время не попытался определить потолок своих возможностей. Отдадим должное. В книге действия происходило в конце 20-го века. А на тот момент выстрел на милю был доступен далеко не всем. Повторимся не из-за умения, а из-за оружия. Короче, Боб стреляет по тушенке. Ну, как стреляет? С суровой рожей наводит перекрестье на огромную банку. В реале ее на таком расстоянии практически не было бы видно, даже в прицел. Но Боб, как это обычно и принято у мегаснайперов, щурится и, разумеется, с первого же раза в легкую попадает по тушенке. Да, тут есть и баллистическая таблица, и отладка прицела. Однако цифры это всего лишь цифры. Нужна еще и пристрелка. Нет? Ну, ультраснайперам виднее. Пора спасать президента. Следующие несколько минут от экранного времени Боб изучает обстановку на месте, а затем излагает свои соображения нанимателям. И все его доводы в принципе в ту сторону. В Балтиморе улица Уске. Трудно рассчитать поправку на ветер. Правда, царушный джедай из всего этого делает странные выводы. Не узнаем, кто нанял покушение, повторят. Вот и пойми вас. То выстрел на грани возможного, то получается таких стрелков завались. И по идее именно вы должны отслеживать подобных людей. Нет? В общем, Сваггер сделал все, что мог. Бухло в холодильнике заждалось. Вали уже отсюда! Но нет, Боба уговаривают остаться. Зачем? Ты один из немногих, кто знает, что надо искать. И что же мифически торчащие из окна ствол крупнокалиберные винтовки? Гельзу на месте выстрела? Или матрас, на котором лежал снайпер? Разумеется, без Боба все это найти ну просто никак нельзя. Следаки-криминалисты отдыхают. Поэтому он согласно блеет и картинной походкой идет на камеру. Включи же уже мозги, баран! Наступает час Х. Президент на горизонте. Боб и компашка джедая в то же на месте. Желтые ленточки. Это ветровые маячки. Типа да, для стрелка это важно. Все правильно. Но затем свагер интересуется про группу захвата и в ответ получает... они они выдвинутся тогда когда он сосредоточится на цели. Гениально! Злоумышленник заныкается на башне, а группа захвата будет незаметно выбивать люк на крышу, да. На самом деле вариантов тут масса. Например, схватить плохиша еще на подходе и тому подобное. Но ведь это же не метод, правда? Ли Харви не даст соврать. И вроде бы жизнь не президента под угрозой. Мало того, что это потенциальная национальная трагедия, так еще и трындец всем тем, кто такое допустил. Тогда может стоит хоть каплю озабоченности напустить? Хрен там! Судя по рожам, всем кроме Боба абсолютно насрать, по какому поводу они сегодня собрались. Один из сыроушников вообще постоянно кривляется и зубоскалит, как табаки из Маугли. И куш торчит его! Тут бы даже Олига Фрэн заподозрил неладное, но только не свагер. Ну и пока президент жмет руку эфиопскому архиепископу, кто-то нехороший готовит винтовку к выстрелу. А дальше... Группу захвата на колокольчик! Да-да, Куб разрядил свою дуру в Боба. Вы правильно поняли. Героя захотели убить типа свои, потому что у них шкурный интерес и срочно нужен козел отпущения. Интересно, а что мешало свагера потихом пристрелить? Типа он мочканул Куба, а тут его и концы в воду. Но это же слишком просто и глупо. Вот и неповоротливый тупой Куб, это очень умно, да. Самое смешное, что пять минут назад этот оборотень в погонах со спокойной улыбкой жал свагеру руку. Так вот, если перед нами непрофессиональный киллер, со счетчиком трупов за вторую сотню. Подобное поведение это просто-напросто нонсенс. Тем временем Боб выпрыгивает в окно, удачно приземляется и мчит от погони, попутно разоружая недотепистого мексикоса по имени Ник. Плохиши вытаскивает винтовку героя и торжественно водружает ее на стол. Может, хоть отпечатки сотрете? Не надо? Ну, вам виднее. Едва Боб успевает подлатать тушку, как ему снова садятся на хвост. Сделав ход ферзем, он удирает, а СМИ уже усиленными темпами вешает на него собак, гоняя видео, как он, типа, выбирал позицию для стрельбы. Что делает Боб? Снова пытается себя подлечить, но запирается в туалете и закачивает себе в вену самодельный физраствор. Да-да, при помощи грязного шланга из машины. Что же, несколько граммов антифриза организму точно не помешают. Самое главное при этом подержать иголку над огнем зажигалки. Короче, наскоро поправив халфу, Боб едет к человеку, которого никогда не видел, ни разу не знает, и это, внимание, вдова его напарника Донни, Сара. И, о да, здравствует кино начало двухтысячных за просвечивающую майку Кейт-Мары. Сиськи, как гаубицы. По идее, к ней нужно было приехать раньше, еще после гибели напарника, проявив тем самым уважение и такт. Однако, Бобби предпочел потратить все это время на то, чтобы научить собаку приносить букло из холодильника. Вознесем же хвалу крепости характера хантеровского убергероя. Ну и пока Сара делает вид, что латает Боба, не удосужившись даже лампу рядом поставить. Мексикос становится Шерлоком Холмсом. Снайпер не станет высовывать из окна ствол. Походу только его одного удивляет, что данные, которые обычно появляются лишь через пару часов а то и дней, тут были готовы уже спустя всего несколько минут. Только ему одному кажется подозрительной нелепица проведимой с улицы ствол, которой разродился придурковатый коп. Да блин, даже то, что стреляли совсем из другого места, тоже замечает один только Ник. Оцените всю степень тупизны. Есть видеозапись, на которой можно увидеть положение тела в момент поражения. Есть входное и выходное отверстия. Казалось бы, определить траекторию выстрела проще простого. Но нет, лишь Нику по силам обнаружить нычку убийцы, найти там кучу следов и выяснить из чего и как был произведен выстрел. Почему? Да потому что целый штат элитных специалистов в это время курит бамбук. ФБ рмать его за ногу. Пока сам Боб валяется без сознания, у него созревает хитрый план. Да-да, именно тогда и в таком порядке. В общем, буквально через день Свагер уже готов всем плохишам отомстить. Не только за то, что они его подставили и пытались пристрелить. Эти скоты еще и убили его собаку. Но для начала нужно найти того самого Мексикоса. А чего тут сложного? Агента ФБР любой дурак может найти. Зачем Ник нужен? Так это, чтобы впарить ему фотки тех самых номеров. Тот кабанчиком метнется их пробивать, злодеи попытаются его заткнуть, и тут-то Боб их всех и прижучит. Ловля на живца. Одним выстрелом убью двух зайцев. Короче, Сара нагло валивается в кафе и заявляет. Боб у нее. Что делает Ник? Думаете, надевает на странную шмару наручники, тащит в участок и выясняет личность? Попадешься ты, попадусь я. А вот и нет. Он, раскрыв рот, ее слушает, а затем тупо отпускает, даже не пытаясь сесть на хвост. Что значит у нее пальцы не скрытые, а следовательно на фотках остались фото жировые следы? Вы о чем? Это же не важно. Давайте лучше совершим должностное преступление, а затем потребуем доступ к закрытой информации, даже не задумываясь о том, почему она закрытая. Так и надо, да. Что, Свагер? Ну, несмотря на свежие ранения, он запросто раскидывает присмотревшихся к нему полицейских с собакой и снова сбегает. Тем временем, коллега по работе Ника... Вот кто-кто, а женщины тут шикарные. Рона Митра, дамы и господа. В общем, она пробивает информацию по номеру. Типа, да, есть такой. Вроде фирма, но, скорее всего, дочка ЦРУ. Короче, тупой здесь не только ФБР. Правда, от информации этой толку ноль. То, что машина принадлежит ЦРУ, не означает, что она имеет какое-либо отношение к настоящему делу. Впрочем, Нику от этого ни жарко, ни холодно. Его, буквально с улицы, выдергивают те самые люди, которых он и ищет. Незамысловато попытав Мексикоса, уроды собираются его самоубить при помощи чудесной демократической приспособы для вышибания мозгов. Ага, никакой эксперта не подкопается, что направление выстрела было неправильное, да и следов той фигни на руке ничуть не найдет. Хотя, о чем это я? Откуда здесь возьмутся эксперты, если никто не в состоянии оказался даже тушку архиепископа толком осмотреть? Но тут вдруг плохише начинают падать один за другим. Что это было? Ну, Боб навинтил пластиковую бутылку с поролоном на ружье, вообразил, что это глушитель и совершенно бесшумно стреляет, да, ага, на Ваде, где звук распространяется еще сильнее. Массовая культура настолько превознесла прибор бесшумной и беспламенной стрельбы, что его нынче не прикручивают разве что на кофеварке. На самом деле ПБС устройство узкоспециализированное, причем, как правило, одного его мало, нужны еще и специальные дозвуковые патроны, у которых масса пороха меньше, но масса пули больше. Только в этом случае можно говорить о подобии бесшумной стрельбы. что-что, свагер специальные патроны заранее настрогал? В том самом месте, откуда поролон отодрал? Ну, вам виднее. Я было хотел еще попенять, что по специальные патроны нужны специальные баллистические таблицы, однако на фоне поролона и особенно стрельбы в голову, чего снайперы, как правило, не делают. Мне как-то уже неловко. Мексикос после всех мытарств по идее должен был уже потерять свои розовые очки, а она нет. Найми адвоката. Ага, в Гуантанамо будете объяснять пола. Сотрудникам самой демократической тюрьмы в мире. Впрочем, пахныков немного, Ник понимает очевидное и уже готов помогать свагеру. Плохиши тем временем чуют неладное, а чувак на каталке даже умудряется точно определить дистанцию выстрела с лодки. Как? Да бог его знает. За гильзами вроде не ныряли, следов лодки, что характерно на воде, тоже почему-то не осталось. Так как? Они с Сярльзом Ксавьером в одной больнице что ли лечились? Я все видел. Впрочем, как еще донести идею о том, что перед нами супер-снайпер, способный с получиха вычислить другого снайпера. То-то же. Ну, хоть с адресом Сары что-то логичное есть. Карта и виза. Я добыл адрес. Боб же с Ником едут к третьему чуваку. Тоже невероятному эксперту. Как выстрелить из одной винтовки, чтобы следы точно указывали на другую? Это можно? Выясняется, что да, можно. Криминалисты всего мира выкиньте свои пули гильзотеки на помойку. А оказывается, достаточно обернуть пулю в бумажечку, забить эту фигню в нарезной ствол и выстрелить еще раз. И при этом следов второго выстрела не останется. Ну, а плохиш уже встречается с гнусным конгрессменом. Мол, Боб все еще жив, но проблемку можно решить, пропустив через границу без досмотра транспортный самолет. 24 бойца. Напомним, фильм снимался уже после 11 сентября, но, видимо, грязным политикам даже море по колено, поэтому злодей получает карт-бланш. Табаки же захватывает Сару. Впрочем, Бобби тоже времени зря не терял. Неизвестный стрелок, работающий на ЦРУ с символичным именем Михаила Щербак выслежен. Само собой, Боб чует засаду и решает подготовиться, затариваясь ништяками в хозяйственном магазине. Откуда у снайпера познание взрывника террориста? Ну, наверное, в армии с обеспечением было совсем хреново, вот и приходилось все делать самому. Короче, не забивайте себе голову ерундой, просто примите как факт. Нужны гранаты? Идите в сельпо, там же можно разжиться штурмовыми и снайперскими винтовками военного образца. Дальше следуют незаметные проникновения и разговор по душам со снайпером отморозком. Никаких откровений нет. Джедаи из ЦРУ мутят свой бизнес на других континентах, а если для этого нужно вырезать деревню-другую несогласных, то, как говорится, селяви. Таких вот эффективных экономистов Бобс Донни в начале фильма и прикрывали. Герой в шоке, но старой сволочи того и надо, к дому уже подтягивается группа зачистки. Бывалый тролль настолько суров, что лишает Свагера последнего удовольствия, сам себе простреливая башку. Хотя последнего ли? Как считаете, есть ли у 20 свеженьких бойцов какие-либо шансы против одного раненого Боба? Ну, разумеется, нет. Самое смешное, что эти придурки дождались, пока он вошел в дом, а значит, за ним наблюдали. А если наблюдали, значит, видели, как он расставлял бомбы. А теперь с готовностью лезут именно туда, где их можно подорвать. Впрочем, на этом читерство не заканчивается. Посмотрите на взрыв. Да там бочка напалма должна быть, а не бутылка от пол-литра кока-колы. Ну и пока Боб расправляет крылья на со всех сторон простреливаемой позиции, мы задаемся вопросом, какую воинскую специальность он все-таки имеет. Ну, не тянет это просто на снайпера. Больше похоже, что его днями и ночами тренировали Мэтрикс с Рэмбой. Вспомни всех, кто тебя не уважал. И так плохише посрамлены. А Боб с Ником даже не задеты. Более того, теперь у них есть мегакозырь. Запись признаний слова охотливого Михайла о геноциде. У меня то, что тебе нужно. Где встретимся? Место для обмена выбрано живописное. В горах. Боб привычно выпускает Ника живцом, а сам отстреливает вражеских снайперов. Ну да, снова в голову. Мексиканца ранят. Ну, или типа ранят. От выстрела в спину его спасает металлическая пластина на животе. Это же логично, разве нет? Проблема лишь в том, что мразотный садист табаки привязал к руке дробовик и держит его у головы Сары. Причем подробности такие, будто бы Боб в телескоп смотрит. Но Свагер же снайпер, поэтому рука негодяя отстрелена на раз, а потом еще раз. Тот факт, что табаки при всем этом продолжает бэгэгэкать как идиот, заставляет задуматься об умственном здоровье сценариста. Сара, дорвавшись до пистолета, добивает клоуна. И сенатор решает, что сейчас самый удачный момент предложить Бобу работать на себя, начав ну просто шикарный монолог. Нет сунитов, шиитов, демократов, республиканцев, есть власть. Впрочем, ответить Свагер не успевает, ибо тут внезапно появляются вертолеты ФБР. Да-да, это тоже часть плана. В чем его цель? Ну, уничтожить доказательства, отпустить врагов и сдаться в руки ФБР. Дальше Боба судят. Ну, как судят? Это в книге был эпический публичный процесс на много дней, с адвокатами, зрителями, прессой и шумихой вокруг. А тут Свагера просто притаскивают к генеральному прокурору, где уже находится и главный плохиш. Ну, и поскольку табаки убили, а фильму просто кровь из носа нужен клоун, негр начинает вести себя как идиот. Я прикрыт. Звоните министру. Как бы то ни было, начинается разбор. И тут вдруг неожиданно оказывается, что винтовка, из которой Свагер якобы стрелял, не рабочая. Но Боб по жизни был чуток подозрительный. Немного здоровой паранойи никому еще не повредила, поэтому заменила затвор на подпиленный. Да, вы не ошиблись. Мега-экспертам даже в голову не пришло произвести из винтовки пробный выстрел. Скажите, она стоит на учете и все, что нужно, можно узнать из пули гильзотеки? Правда? Вы действительно считаете, что этого достаточно? У криминалистов, значит, есть рабочая винтовка, а они отказываются произвести из нее отстрел и предоставить приемлемые для обвинительного приговора доказательства? Да, любой судья их бы на три буквы послал. Другими словами, в реале они в фэнтезиайном мире, населенном идиотами. Подпеленный затвор давно был бы обнаружен, но только не в фильме, но только не у Стивена Хантера. Какой чудесный и продуманный ход конем. Да ладно, я не в обиде. Ну хорошо, спросите вы, профукали они затвор, но пуля, завернутая в туалетную бумажку, откуда взялась? А черт ее знает, в фильме об этом вообще не полуслова. Пуля со следами свагеровой винтовки в башке архиепископа просто взялась и появилась. В книге все гораздо сложнее. Помните, как Боб стрелял по тушнику? Ну так вот, горы и банка тушенки это прекрасная замена ящику светошью для отстрела оружия. Дураку ведь понятно, пуля, ударявшаяся скалу, сохранит свою форму идеально. Про то, как затруднительно найти маленький кусочек металла в горах, мы даже говорить не будем. Зато отметим, у Боба в гараже была еще куча другого оружия. Так где гарантия того, что найденная пуля вылетела именно из той винтовки, которой плохиши торжественно водрузили на место преступления. Представляете, как весело будет, если окажется, что выстрел был сделан из другого ствола, и свагеру, и прессе, и суду, и всей коллегии присяжных. Ну а самая бугагашечка ждала бы криминалистов с экспертами. Что бы плохиши сделали в реале? Да украли бы винтовку и нет, не лазили бы по горам в тщетных попытках найти неповрежденную пулю, а произвели бы выстрел в идеальных условиях, получив так и доказательства и стопроцентную уверенность в его происхождении. Но ведь тогда бы стало ясно, что винтовка не рабочая, правда? А именно на этом весь так называемый сюжет и держится. Но и чтобы вам стало еще смешнее, напомним про пулю в бумажечке. Чем она чревата? В лучшем случае нестандартной баллистикой выстрела, которую невозможно спрогнозировать, в худшем разрывом ствола. Так или иначе Боб уже явно не виновен. Спасибо продвинутым спецам. Про кучу трупов на горе вообще никто не вспоминает. Ник тут же выкатывает доказательства убийства сотен африканцев. Прокурор возмущен, но ничего сделать не может. Вот если бы плохиш только захотел толкнуть на черном рынке партию оружия, которое использовали бы против США, тогда да, злодея можно было бы похитить из любой страны и тайком вывезти. А 400 убитых дикарей жалко, конечно, но их закон самой справедливой страны по эту сторону Млечного пути не предусматривает. Боба освобождают. Просто так, да, и плевать, что он в тюремной робе и наручниках, а значит, возможно, осужден. Три человека в кабинете узнали, что ты невиновен? Все, можешь идти на все четыре стороны. Так дела и делаются, да. Встреча закончена. Все. Плохиши на радостях тут же начинают бухать, планируя новое дело, уже в Южной Америке. Мол, там тоже проблемы с местным населением. Мечты так и остаются мечтами. Боб мочит всех и вместе с Сарой катит в прекрасное далеко. Как уже говорилось, в основе этого нетленного шедевра лежит другой нетленный шедевр. В чем-то книга глубже. Некоторые события поданы не так. Что-то пропало полностью. Но сюжет и там строится на поле в бумажечке и абсолютном маразме специалистов, не умеющих ничего. Не определить направление выстрела, не провести криминалистическую экспертизу. Причем Снайпер самая грамотная книга из всех. Остальные это совсем уж неприкрытая идиотия. Единственное, что в книгах и о счастье в фильме показано хорошо, тот дружный гадюшник, который из себя представляет американская политическая элита, плотно сросшаяся с РУ барыгами и СМИ. Тем не менее, пару месяцев назад наши старые знакомые Дэвид Бенниев и Дэниел Уэйс внезапно восхитились ими гениальными творениями, решив воплотить их в жизнь. Мало где увидишь, как можно зарубить самурая 80-го уровня, посмотрев несколько фильмов на эту тему и взяв полтора урока. Или как запихнуть в трусы СВД. Или как замаскироваться под гражданского, надев патентовано тактические армейские шмотки. Короче, ждем с нетерпением этой, так сказать, экранизации. Может, хоть там, где испортить нечего, получится нечто смотрибельное. Но что, если махнуть рукой на военное дело и уголовное производство, или ничего о них не знать? В таком случае фильм может даже понравиться. Среди других боевиков он выделяется именно своей попыткой косись под реализм. Герой здесь не выдирает пули из тела зубами, а вынужден идти на ухищрение, чтобы сохранить себе жизнь. Не стреляет от пуза, а пытается целиться, правильно дыша. Всякая петрушка, вроде баллистических таблиц, ветровых маячков и военного лексикона, которым изобилует речь героя, тоже идет на плюс атмосфере. Сам Уолберг сыграл хорошо, однако в принципе ясно, чем был так недоволен Хантер. На Иствуда Марк похож еще меньше, чем Беренджер. Речь Уолберга быстрая, какая-то дерганая, и мега снайперу не слишком подходит. Причем надо сказать, что Всеволод Кузнецов своим дубляжом сильно ее облагородил. Отправляйтесь туда, откуда приехали. Это все на сегодня. С вами был Красный Циник. Смотрите хорошие фильмы, читайте хорошие книги. о Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...